здравствуйте уважаемые садоводы и огородники приветствую вас на канале сегодня я расскажу об отличном способе выращивания арбузов без грядки без минеральных удобрений на арбузы и дыни порой не остается места для посадки и прежде всего это связано с тем что для выращивания этих культур нужно много места на канале я уже рассказывал как можно выращивать арбузы и дыни в пластиковых ящиках из-под фруктов и в больших мешках из-под муки и сахара результат был хороший в этом году я попробовал вырастить арбузы в небольших 5-литровых мешках с торфяным грунтом результат меня порадовал поэтому я решил поделиться этим способом и с вами первым делом нужно вырастить рассаду арбузов сделать это не сложнее чем вырастить рассаду огурцов семечки арбуза без замачивания посадил универсальный торфогрунт полил теплой водой и закрыл пленкой после появления сходов пленку убрал после всходов грунт поливал по мере подсыхания через 25 дней после всходов рассаду можно пересаживать на постоянное место в этот раз для выращивания арбузов я решил использовать небольшие 5 литровые мешки с универсальным торфогрунтом для подготовки грунта для растений в готовый универсальный грунт добавил пол литра песка и литр биогумуса хорошо перемешал и насыпал обратно в мешки никаких удобрений в грунт не добавлял вынимаю саженец арбуза из-за рассадного стаканчика высаживаю один саженец в один мешок хорошо поливаю растений чтобы корни расправились сверху мульчирую саженец соломой чтобы грунт сохранял влагу после мульчирования еще раз хорошо поливая растений ставлю мешок пластиковый ящик чтоб не завалился от ветра для выращивания арбузов нужно выбирать открытые солнечные участки тогда плоды будут крупные и сладкие поливая арбуза теплой водой под корень стараясь не попадать на листья в избежание развития грибковых заболеваний доцветения поливать через день после цветения раз два три дня или если стоит очень жаркая погода поливайте ежедневно через три недели после высадки рассады растение образовало плеть и начало цвести помните что арбуза первыми появляются мужские цветки а чуть позже женские оставляем две плети на которых есть женские цветки с маленькими арбузиками остальные удаляем каждую из двух оставленных плети прищипываем через пять-шесть листьев после первой завязи и не забываем удалять все пасынки чтобы арбузы успели вырасти созреть на одном растении оставляю по два плода для пыления можно понадеяться на пчел лучше опылить арбузы вручную для плене срываем мужской цветок и проводим пестиком по тычинкам женского цветка того что с маленьким арбузиком и мужской и женский цветок в момент опыления должны быть только раскрывшимися без признаков увядания после того как арбузик оплодотворился начинается его активный рост и на этом этапе я готовлю первую подкормку растения для подкормки использую гранулированный куриный помет для приготовления маточного раствора 1 литр гранул помета развожу в литре горячей воды после остывания раствора добавляю смесь две таблетки глиокладина это биопрепарат содержащий триходерму он предохраняет растение от бактериальных заболеваний корневых гнилей для подготовки раствора для полива развожу маточный раствор с водой в соотношении 1 к 40 250 миллилитров раствора помета на 10 литров воды поливая по одному литру на растение такую подкормку провожу три раза раз в 10 дней четвертую подкормку делаю раствором золы 1 стакан золы развожу в литре кипятка добавляя 9 литров воды и поливаю по литру на растение раствор двери древесной золы сделает арбузы сладкими для определения срока уборки я ориентируюсь на сроки образования завязи у меня раннеспелые сорта после того как арбуз завязался я отмечаю в календаре дату спустя 35 40 дней это и будет срок уборки если сорт арбуза позднеспелый нужно 55 60 дней с момента оплодотворения ягоды но поздний сорта арбузов я сажать не рекомендую собирать арбузы нужно аккуратно избегая ударов и повреждений кожуры лучше всего отрезать арбуз от стебля ножницами а не обрывать или откручивать арбуз выращенный своими руками будет очень вкусный и сочный выращенный свой рост и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Что ж, теперь вы знаете весь процесс выращивания арбузов без грядки и без химии. Я надеюсь информация вам была интересна и полезна. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Ставьте лайки, заглядывайте еще. Удачи, всем хорошего урожая. Всего доброго, до встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok